Кураж, скорость и опасность чаще всего ассоциируются с байками и их владельцами-байкерами. Но не сегодня в детском саду «Жемчужинка» для детей откроют особенности этой субкультуры совершенно с другой стороны. Основная тема встречи – соблюдение правил дорожного движения. Рассказывают о них члены мото-клуба «Орден МСС» и любимые всеми мультперсонажи «Щенячий патруль». Загорелся красный цвет. Это значит, уходу нет. Байк-транспорт повышенной опасности. Аварий с участием мотоциклистов более тысячи в год. Но и с участием автомобилистов не меньше – порядка 150 тысяч. Случаются ДТП также и по вине пешеходов. Что и говорите, и те, и другие на дороге должны быть внимательны друг к другу. Такое мероприятие у нас первый раз. По правилам дорожного движения у нас работа проходит постоянно. Недавно поступило предложение от нашего мото-клуба Одинцовского непосредственно показать, что на мотоциклах тоже можно ездить безопасно. Ребятам не только рассказали о том, какие правила необходимо соблюдать при езде на байке, самым смелым разрешили забраться на железного коня. «Это наше первое мероприятие. Мы были очень рады и удивлены тому, как нас встречают. Дети, оказывается, знают больше, чем мы рассчитывали. И, конечно, ездить на мотоциклах – это гораздо опаснее, чем на машине. Но нужно учесть, что большинство мотоциклистов – это все-таки бывшие или нынешние автовладельцы». Арине Стародубцевой всего шесть лет, но правила дорожного движения она знает на зубок и переходит улицу только в положенном месте. «Надо переходить в дорогу либо с папой, либо с мамой. Сначала посмотреть по сторонам, налево и направо. Если нет машин, можно идти. Если есть, нельзя». И про правила дорожного движения рассказали, и светоотражающие значки подарили. На байке посидеть дали, примерить шлем тоже. Встреча прошла весело, используя их как для байкеров, так и для малышей. Татьяна Мигдель, Артем Ломоносов, Виктория Максюта, телекомпания «Отенцова».